Всех приветствую и снова с нами после долгого перерыва бывшая монахиня всея Руси Валентина Муренкова и теперь Валенька опять из кустов вещает но уже другого города но расскажи Валя где-то сейчас и что у тебя интересного в жизни происходит а потом мы перейдем к вопросам наших любознательных зрителей я рада всех приветствовать с российской эстонской границы точнее так с эстонско-российской границы я на эстонской стороне в городе Нарви вот куда я приехала три дня назад это прямо вот сейчас покажу это вот прям по гран пункт переход вот вот это вот границ шенгена но тут судородина не сильно видно потому что она за кустами скрывается но там поверьте мне что внизу течет пограничная речка Нарва и да вот буквально в 100 метрах от меня родина даже в 50 наверное вот как-то так мы совсем недалеко тут вот мосточек и за мосточком родина но как-то туда очень совсем не хочется все было бы хорошо и мы добрались нормально извиняться и все-все-все-все было замечательно вот даже кошку довезли в целости сохранности вот но только мы приехали как вчера президент российской федерации снова захотел присоединить нарву вот соответственно к российской федерации вот и как сказать то ли это блеев то ли это повод такой способ отключить внимание от украины то ли что еще но как-то это очень очень неприятно знаю у нас присоединяет что-нибудь к российской федерации какими способами через какие жертвы то вот тут как-то все напряглись немножко да не немножко это я так юродствую слегка вот такие дела так что я теперь в эстонии а насколько не знаю на всякий случай у меня есть друг который готов вывести нас семьей с бабушкой из с моей мамой из кошкой в эстонский лес у нас ним договор если вдруг на рву что-то начнется ну тогда не теряйте вот такие вот новости будешь там ппж поход на полевой женой нет тут другая история там живут шаманы вот и это называется вот то что нет у нас ппж ой подожди короче переводится сами сообразить какая аббревиатура что мини внж а пока помрет путин вот вот такое вот но как бы с его смертью тоже все проблемы не кончатся поэтому мы это понимаем но ждем с нетерпением ну что мы все о грустном да грустно валенька люди должны встречаться для веселья радости и и хорошо поэтому хорошо давай для веселья радости рассказываю у нас прошла выставка в лондоне будьте как птицы вот смотри птички поют им все равно да она она какой они граница им весело да так рассказывай у нас прошла выставка в лондоне еще раз выставка в лондоне прошла и сейчас будет через вот 24 числа буквально будет еще одна выставка пригороде лондона вот такие дела следом у нас осенью выставка венеции и соответственно надо готовиться надо делать работы надо вот двигаться дальше еще значит для наших дорогих зрителей если кто-то нас видит из вильнюса то я бы очень хотела подключиться ко всем значит программам антивоенным ковчегу и так далее ко все ко всей позиции которая в вильнюсе находится я теперь рядом относительно вот по крайней мере в этом же регионе вот и я вот она радостно варя ну хорошо перейдем я тебя я тебя поздравляю с выставками конечно молодец кстати как зрительница написала спросила как она может присоединиться вот как у вас открыты для художников двери у нас просто выставки тематические двери открыты венецианская выставка будет с лондонской уже все решено она уже просто открывается там же коллектив художников которые пригласили с той выставки в лондоне как бы эту экспозицию пригласили выставиться в англии а то что будет в венеции гре там открыто пожалуйста но там придется платить за участие не нам а чтобы мы скинулись на мы вместе сбрасываемся на аренду помещения и на все расходы выставочные то есть это такое вот за наш счет друзья друзья да тема хрупкость бытия хрупкость бытия ну это такая тема обширная как бы вот 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 найдите валентину на фейсбуке да хотя в россии заблокирован фейсбук да значит ну хорошо в россии заблокирован из россии работу будет вывести трудно хотя у нас вот сейчас будут художницы из россии выезжают они смогут выехать в венецию и будут ну хорошо пишите пишите мне на имейл присылайте свои работы и фото да найдите меня в фейсбуке латиницей Валентина Муренкова и я Вале перешлю если кто-то не сможет найти ее на фейсбук да или через машину вопрос вопрос так все Валя переходим теперь к делу да значит пишут пишут наши зрители дорогие очень красивая женщина Валя готовься это все про тебя очень красивая женщина просто потрясающе Валя ты потрясаешь мужчин спасибо мне очень приятно я парикмахер я бы ей посоветовал каре на ножке чтобы передний локон доходил до среза губ боже это было бы бомба она еще помолодела дай ей бог здоровья я бы хотел с ней дружить спасибо я буду рада дружить с таким прекрасным человеком который дает такие замечательные советы вот а в каком городе живет автор потому что я к нему на стрижку смогу приехать если это не Россия конечно так ну хорошо мы будем ждать ответа и Валя готова отдаться в руки опытного парикмахера на одной ножке даже постоять мне своих истерий потерямши голову по стрижке не плачут вот поэтому что что говорить так Валя ты голову потеряла когда и где расскажи и как это случилось это была шутка это было образное выражение оно означает то что голова забита целиком вот происходящим вокруг отвлечься не могу извините вот как как есть на войне как на войне так тот же автор очень красивая и приятная женщина я влюбился в нее она сейчас красивая а может представить а можете представить какая она была в монастыре ну да есть у нас фотографии из монастыря там это 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 распятая Валентина там вот на фотографии если кому интересно вот как раз в этой книжке которая все еще на литресе есть электронная версия моей книжки там много фотографий вот а бумажная к сожалению в нынешней России выйти не может вот мне теперь интересно как бы будут ли собраться соблюдаться договоры в издательстве СТ ну у меня еще полтора года вроде как у них прав на мою книжку вот если вдруг что-то такое приглашаю к сотрудничеству издательства других стран переводы очень мечтаю о переводе на украинский язык потому что там как бы всех касается все что происходит мечтаю о переводе на белорусский язык на польский и на другие близкие нам по духу языки а ты ты думаешь что издатели они ищут авторов вот в интернете там да нет я так не думаю просто если вдруг нас кто-то слышит у нас уже есть несколько проектов где нас должны услышать просто просто должно пройти время ну мало ли вдруг кто-то вот сейчас так нажал на кнопочку и переключился на нас так что вот подлежащий камень в вода не течет вот это самой нужно самой искать конечно безусловно этим занимаемся у меня уже есть вот практически уже готовы ну короче так мне сейчас активно ищут переводчика на английский язык вот в Англии там и я думаю что из этого что-то получится потом ты знаешь как интересно действительно вот это вот найти найти вот такую ситуацию людей окружение которое тебя поддержит это не так просто оказывается и там где мы находимся часто ну не ценятся люди а вот в другой обстановке в другой среде наоборот будут тебя ценить очень высоко и будут книги и гонорары и все прочее даже кто-то написал что ты Нобелевской премии заслуживаешь я кстати согласен с этим автором вот но вот видишь как это бывает очень часто поэтому найти свое окружение своих единомышленников это очень важно и мы для этого снимаем видеоролики кстати говоря чтобы такие люди быть может нашлись где-то да вот а так можно быть гением вот как я тут рассказывал про одного музыканта про скрипача гениальный скрипач билеты на его концерты стоят 100 долларов а вот он провел эксперимент выступал в подземке и там заработал всего 30 долларов какая-то пара пара человек оценила его и дала денег да 30 долларов гениальному музыканту которому рукоплещет весь мир который зарабатывает миллионы вот тебе пожалуйста можно быть гением но среди посредственных ограниченных людей они не оценят вообще никогда и никак поэтому надо найти свой круг общения мне кстати очень приятно очень нравится что ты вот выставки там стремишься активная такая и в Венецию поехала и в Лондон вот молодец молодец только так спасибо Максим кстати вот в связи с этим хочу сказать как на Венецианской бьеннале в прошлом году знаменитый Бэнкси до сих пор ведь люди не представляют как он выглядит то есть он вот так вот он уселся продавать принты со своих работ где-то там перед бьеннале его погнала погнали полицейские а он так прикрывался кепочкой чтобы не видно было вот это был именно такой как сказать перформанс как художника чьи работы стоят миллионы вот и в том числе украшает один из домов в Венеции его значит работа когда он сам выходит на улицу и пытается продать свои принты его первым делом гонит полиция вот так вот все общество дебильное конечно дебильное общество так людей а это мы люди это мы ну вот как бы начинаем с тебя да нет мы мы это молодцы мы это ценим я тебя ценю лично спасибо Максим взаимно об этом говорю всем и вся и ролики эти и книгу твою и картины конечно ты заслуживаешь Нобелевской премии чтобы твои работы были в лучших музеях мира конечно валя церковь тебя кстати очень приятно кстати как бы мы не критиковали РПЦ но она тоже тебя ценит между прочим твои работы и там иконы висят твои ну знаешь это пока называется до поры до времени вот просто потому что иконы не подписываются они безымянные поэтому висят так хорошо Лариса пишет у нас был в элисте батюшка Зосима тоже любил выпить и женщин естественно такой комментарий пришел на ролик куть личности батюшек духовный гарем что скажешь на это валя ну что скажем так этот человек гораздо ближе к нормальной жизни чем те кто не любит вино но конечно это не самое хорошее дело ну знаешь вот я посмотрел на итальянцев они пьют всю жизнь и не пьянеют вот у них как так организмы устроены что они спокойные расслабленные веселые и вину пьют всю жизнь с детства так что узнаешь у тебя уже наверное все все делала в мире наверное и в качестве вина это абсолютно качество это вообще на первом месте качество на первом месте потому что то что пьют люди это ну в массе своей это сивуха просто бормотуха от которой крышу сносит конечно потом надо ведь и разбавлять где-то а не концентрированное пить и а лучше вообще не пить как это я делаю вообще не пью я понимаю ну вот как тебе сказать неразбавленное вино пьют только варвары из скифа как говорили древние греки вот вода да вода это очень приятная вина вода это самая лучшая прекрасная потом согласно соки замечательные согласно они столько витаминчиков там и вкус и все боже мой ну так церковь это государственная программа поэтому церковь и существует что государство поддерживает ну да согласно полностью согласно это департамент так сказать который я считаю что РПЦ так сказать даже действеннее чем пропаганда российская телевизионная хотя все убедились как как работает пропаганда сейчас как она оболванивает миллионы церковь занимается тем же самым вот но если люди которые смотрят телевизор ну наверно кто-то встанет возьмет оружие пойдет убивать но церковь конкретно на это благословляет на убийство на братоубийство благословляет эту войну вот мало того что адепты церковные это же вообще люди так сказать это зомби они что им скажут что они будут делать еще и во славу Божию понимаете ну опять таки вспоминаем тысячелетнюю историю двухтысячелетнюю все церковные войны крестовые походы сжигание ведьмы всего спасения души и так далее и тому подобное и это не думать что это было только в Европе в России какая инквизиция была и издевательство и над заключенными и многие монастыри были отчасти тюрьмами туда отсылали там они ну как бы монастырь и тюрьма было одно тоже не потому что монастырь это такое место несвободное там были конкретные застенки для узников вот в том числе и политических так что вот все было все и в России тоже не только в Европе кстати что хорошо в Венеции не было инквизиции никогда считается вот Наталья пишет я восхищаюсь Вале и давно смотрю ее ролики Валентина вы прекрасны и душой и телом и делом успеха успеха вам спасибо спасибо большое мне очень приятно я рада что мы в резонансе и на одной волне да вот даже женщина спасибо спасибо и так далее так она у меня на глазах она у меня на глазах начинает мироточить понимаете это не ну как сказать опять-таки вспомним калиостро это материализация моих чувственных идей а если собирается много таких желающих материализация своих чувственных идей своих религиозных устремлений и так далее то происходят всякие такие вещи я видела обновленные иконы которые были старые старые у меня дома и обновились много чего было вот но вот это вот такой вот стихийно проявляемая творческая энергия человек или масс если они собрались вместе вот а то что скажем любое чудо творение мироточение и так далее можно точнее любое чудо мироточение или какое-то такое дело можно сымитировать это тоже было и когда сзади какую-нибудь там плизмочку приделывали из которой масло текло вот дырочки сверлили рядом с глазами Богородицы чтобы она плакала такое тоже было вот всякое бывает понимаете есть ну как бы вот эта самая материализация а есть имитация этой самой материализации и вот наверное Петр Первый на этих сердился товарищей вот чтобы не устраивали ложных чудес и чтобы люди к ним не бежали там последние денежки не отдавали вот наверное так нет лучше бы давали ему на армию и на флот дальше что вы искали в монастыре что вас по головке гладить будут православная вера немного жесткая это сектанты елейно улыбаются а бог есть ну хорошо опять таки пусть ваш бог пасет вас жезлом железным через своих пастыря архипастыря и так далее вот будьте овцой ходите строем в стаде вот и будет у вас пастырь и вам будет счастье ведь поймите у овец тоже они счастливы по-своему их пасут их кормят их потом стригут их потом на супчик режут так что все нормально бывшая монахиня не имеет права что-то говорить сперва в себе разобраться надо 12 лет разбираюсь а права у меня есть по праву рождения человека на этой земле такие же как у вас между прочим не не хотела ничего писать но не выдержала Валентина вы раскрываете людям глаза при том духовным людям благодарю вас очень сильно через ваш рассказ я опознаю те истины которые не знала очень плохо отношусь к монастырям и православию это искажение замысла Бога искажение веры это изуродование душ людей но многие вещи которые вы говорите которым там научились истины не открывается понимание ничего не бойтесь издавайте вашу книгу свобода это свобода от страха и чувства вины Иисус пришел чтобы нас освободить страх от дьявола это самый страшный и коварный грех страх не дает людям реализоваться и сделать то зачем они здесь а самые сильные манипуляции религиозные с их помощью из любого человека можно сделать абсолютного раба и сломать ему жизнь и драма в том что большинство людей понимают это когда уже много времени прошло много люди прожили в обмане огромную часть жизни в том самом обольщении нет ничего страшнее следования за людьми люди все искажают все портят и навязывают это другим бог им судья ну вот я понимаю что этот человек автор письма находится уже на пути к освобождению и в том числе от религиозных всяких ловушек ловушек веры но это процесс сложный там уже есть мысли такие которые у меня сначала зарождались то есть вот допустим в религиозном моем сознании стали таки вспыхивать вот то что я уловила в этом письме да потом эти участки разрастались 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 потом они соединились а потом религиозному моей религиозности просто не осталось места внутри меня и я счастлива бесконечно по этому поводу вот уже тринадцать лет могу сказать с 2009 года начался мой путь на свободу вот и очень мне знакомы эти мысли сначала ты думаешь что наверное это в православии что-то не так потом ты понимаешь что везде одно и то же потом еще что-то такое потом вот это все соединяется вот эти границы вот этих каких-то неудобных вопросов они расширяются захватывают все больше и больше предметов потом начинают приходить ответы сами такие вот когда эти пазлы такие внутренние соединяются то рождаются ответы уже на более широкие вопросы внутренние ответы это не значит что как бы вот или приходит что-то через книги через фильмы через музыку какие-то внутренние резонансы которые вот так вот постепенно освобождают сознание это очень здорово и я от всей души желаю автору такого счастливого пути в этом деле счастливого да это нелегко но как мы сейчас понимаем путь на свободу это вообще штука тяжелая я присоединяюсь к пожеланиям Вали счастливого пути и мягкой посадки да вот марианка пишет кому вы рассказываете вы умрете и кому расскажете потом у вас нет креста на груди вам не страшно вы своими видео работаете вместе с лукавым горе уводящему от Бога ну что могу сказать что во первых мне абсолютно не страшно вот во вторых пугалки на меня не действуют в третьих чувство вины во мне будить бесполезно вот в четвертых как бы имеющий разум имеющие уши да услышит голос разума а кто так сказать не имеет соответствующие извилины куда это все попадет ну что спорить с ним бесполезно вот поэтому вам тоже счастливого пути куда вы сами хотите тут ведь опять таки свободу выбора никто не отменял креста на груди нет а что сейчас у тебя нету нету давно не ношу покажи грудь чтоб мы увидели убедились нету так ну хорошо константин пишет всякий человек постепенно погружается в религиозную тему сразу не может все осознать и свести концы с концами а в конце когда уже пазл складывается и видишь отвратительную картину то внутреннее ядро привыкло уже насадилась вера и ощущение общения с Богом и кажется что здравая мысль это искушение если бы в самом начале мне сказали что церковь признает книгу песнь песни как Бога вдохновенная в которой Христос метафорически тискает за сиськи некую юную невесту и целует ее туда-сюда собственно от этого и пошла невеста Христова я бы пожалуй сразу послал эту религию прочь это так омерзительно этот эротизм в лучших традициях языческих религий которые просто по духу не подходит Евангелия ну слушай мы уже отвечали на этот вопрос вот мы уже отвечали и Владислав на него отвечал так что Владислав Анцибор так что вот оставим как бы автора разбираться со своей сексуальностью со своей со своей верой что он там себе позволяет чего не позволяет вот на мой взгляд повторюсь еще раз что это так сказать наличие песни песни в библейских текстах оправдывает существование самих библейских текстов это самое доброе красивое что там есть вот так хорошо не стоит недооценивать христианскую апологетику дитя двухминутное виновно тем что имеет в себе поврежденное грехом естество заводской брак передаваемый половым путем по мужской линии собственно которого и избежал Христос через непорочное зачатие якобы и вот бракованные такие младенцы или взрослые мины замедленного действия противны Богу и он хочет стереть их с лица земли все логично любую даже лютую веру можно обосновать тем более что эту тему пилили две тысячи лет и все ответы подготовили согласна с автором и после этого говорят что Бог есть любовь и что это религия любви и вот это вот все абсолютная нелепость абсолютной чушь и очень жестоко очень жестоко вот понимаете как бы ну ладно две тысячи лет назад людям можно было впарить вообще практически все что угодно но когда это в двадцать первом веке образованные люди в странах в которых есть конституция есть уголовный кодекс есть мораль есть права человека и прочее прочее свобода совести все это прописано так сказать свобода человека прописана в конституциях многих стран даже в России это написано между прочим кто бы это соблюдал так вот вот на этом фоне вот это бред нескольких тысячелетий несколько тысячелетий написанный тому назад ой ну да ну в общем как бы опять таки живите как хотите ну и выбирайте себе жизнь сами ну я бы выбрала просвещение здравомыслие опять таки свободу мысли и свободу слова вот такие дела Катя пишет в бубен не надо бить вдыхая в себя воздух полной грудью скажите себе мысленно я выбираю я забираю все свои претензии к этому миру этому человеку и посылаю ему любовь это реально работает и отрицательные эмоции при этом не загоняются внутрь себя это действительно я согласна что это реально работает вот и но понимаете опять таки вот что я тут только не практиковала я же семь лет в Таллине среди моих друзей и знакомых были самые лучшие здесь психологи всего вот тут вот вот этого пространства скандинавских стран и вокруг да около и России и Украины и кто кто к нам только не приезжал вот на каких только тренингах я не побывала чего я только не услышала и в моих друзьях и шаманы и кого только нету вот это есть масса целительных практик которые позволяют как бы простить человека отправить ему любовь добро и так далее но дело в том что понимаете должно пройти какое-то время когда это действительно случится потому что можно тысячу раз сказать я прощаю всех я посылаю им там лучи любви я посылаю себе значит любовь себе в прошлом и так далее можно это все как угодно практиковать но стоит если это до конца не вынуто вот как бы то любое травмирующее воспоминание оно возвращает эту ситуацию и это за один раз поверьте не проходит вот моя третья книжка когда я напишу третью часть своей книжки она будет об этом о психологических практиках об ошибках этих самых практиках практик и так далее и тому подобное как исцелиться после православия после погружения в религию и как не попасть в новые ловушки вот и я считаю что это будет самое важное потому что в монастыре опять таки в религии оказывается далеко не все а вот тут вот попадаются очень многие именно на выходе из огня до полымя вот поэтому это очень важный момент мы скоро технически прервемся неожиданно а потом мы продолжим в следующем видео отвечать Валя продолжит отвечать на вопросы зрителей наших да ты права Валя будет будет от Константина вопрос такой интересный знакомый стоматолог окормляет большой монастырь говорит монахи частенько заходят так как зубы крошатся явный признак а мы продолжаем общение с бывшей православной монахиней валентиной муренковой и зачитываю я вопрос комментарий нашего зрителя вот он спрашивает про то как крошатся зубы а есть упоротая знакомая у которой был не один выкидыш прежде чем она осознала что не следует поститься беременным боженька не спас детишек во славу свою по-братски но вообще пост в большинстве духовных практик используется и возможно не следует его полностью исключать так как кроме духовных эффектов он может включать полезную аутофагию когда организм начинает переваривать внутренних паразитов и всякие новообразования от нехватки еды возможно церковь просто переусердствовала с постами ведь известно что изначально столько постов не было что скажешь Валя ой про зубы ну в общем очень неплохие у монахов да и не только у монахов я могу сказать тебе так что вот из-за этого все время внутреннего напряжения мне приходилось специальной практикой отучаться стискивать зубы у меня аж до боли вот я уже переехала я уже уехала из России и все равно я вот я иду по городу я ловлюсь знаешь люди тут такие расслабленные спокойные в Эстонии улыбаются а я так и думала что лицо напряженное все время вот эта мимика лица напряженная и очень трудно заставить себя расслабить а потом расслабить челюсть потому что все время один практикум потом надо улыбаться людям в ответ ты улыбаешься заходишь улыбаешься а мы же ходим вообще особенно россияне вот их сразу видать в Италии везде они очень напряженные вот ах украинцы добавились ну их понять можно от чего они напряженные а белорусы удивительные вот удивительные у них вот такая происходит они такие спокойные вот потрясающие люди так вот что касается постов это беда большая беда безусловно нормальные духовники говорят что беременным женщинам нельзя поститься они нормальные наоборот нормальных духовников мало и нормальных много понимаете тут кроме всего прочего что да я понимаю что иногда человеку полезно и голодание возможно и так далее но не как и религиозная практика от которой нельзя отказаться это должна быть медицинская практика когда человеку это полезно я себе очень много чего вылечила когда уже после церкви я занималась голоданием по брегу суточным но еще много чего решает с каких вопросов вот но это должны быть медицинские показания которые например не всем можно даже эти суточные голодания вот сейчас мне не стоит этим заниматься потому что у меня с сосудами не очень хорошо вот поэтому как бы понимаете одно дело оздоровительные практики другое дело пост их не надо путать не надо путать физическую нормальность физически нормальные упражнения с многосотенными поклонами они одно другое не заменяют вот физическая которая доступна православному особенно монаху это земные поклоны там когда их там пятьсот штук сделаешь типа того что это заменяет всякую зарядку это просто утомляет но не не дает телу то что ему нужно действительно для укрепления его вот это не снимает зажимы это не снимает усталость позвоночника это просто изнурение себя то же самое с постами опять таки если вы почитаете рядовая практика соблюдения поста а есть типиконные и вот это вот все там ужас и я считаю я считаю что это во первых по нынешним временам вредно вообще во вторых люди к этому не готовы в третьих понимаете сейчас не та экология не те продукты которые можно вот так вот заменять это все во вторых поймите самую простую вещь тот кто контролирует вашу еду тот кто контролирует вашу сексуальность тот кто контролирует все стороны вашей жизни они вами управляют когда не вы вы решаете что мне и когда мне съесть а кто-то за вас это решил даже не лечащий врач вот а кто-то решил за вас как вам жить вообще всю жизнь начиная с детства и на каждом этапе и плюс беременность плюс роды и так далее и тому подобное кормление грудью и вот это все не снимает с вас по типику но не снимает это добрый духовник может позволить послабление а не добрый не позволит а закон требует это все одинаково от всех начиная с 14 лет это когда ребенок растет он уже обязан соблюдать пост полностью с 7 до как бы до 14 частично с молоком а с 14 лет полностью а там извините весь великий пост там сухоядение и всякие такие вещи вкусительное масло можно только в субботу в воскресенье рыбу два раза за великий пост за 50 дней вот вы подумайте своей головой как при этом человек современной жизни в городе вот это все соблюдать что у него будет с психикой что у него будет с семьей он не может поесть нигде в городе он ну то есть понимать это это чудовищно скажу так за мои 17 лет православие можно сказать такое а потом же продолжала общаться с людьми даже когда я оттуда ушла я знаю что я не знаю ни одного человека который сохранил себе здоровье практически у всех из причины желудки там гастриты язвы и вот это вот все панкреатиты холециститы и прочий весь набор вот как у меня он был диабет это профессиональная болезнь практически всех священников и монахов профессиональная у них же профессиональная болезнь всяческие сердечные заболевания у священства еще профессиональная болезнь это алкоголизм потому что они голодные а у них стоит в алтаре ящик вина кагора как вы думаете тут удержаться человек он голодный он есть хочет а первый раз может попасть за стол в три часа дня если он служит а вино вот оно натощак плюс чашу натощак потребить хлеб с вином вот я не знаю ни одного ребенка который бы вырос в церкви и сохранил себе здоровье это тоже весь набор болезни пищеварения сколиоз что у тебя с интернетом куда-то пропадаешь картинка вообще что низкая очень это сигнал слабый не знаю вроде все в порядке сейчас есть интернет нет не знаю не слышу но картинки нет картинки нет я перезаряжалась ну давай еще раз перезагружу ну хорошо прервемся тогда мы продолжаем разговор с Валентиной Муренковой бывшей православной монахини небольшие технические трудности трудности не могут остановить поток мыслей чувств и слов бывшей монахини Валя ты слышишь меня нормально да я слышу вот продолжим ага ну вот зависает картинка опять ну хорошо Виктория Виктория пишет Бог есть это точно просто вопрос в другом когда человек выбрал духовный путь а то все оказалось хуже чем в реальной жизни он перестает верить во все и это нормально желаю вам в земном мире обрести Бога в сердце при этом радуясь жизни работая строя свою жизнь несмотря на потерянное время с вашей точки зрения истинная любовь к Богу это и любовь к себе и своей жизни и счастье человеческое в том числе замечательно очень хорошо я считаю что человек на пути находит на пути обретения свободы да вот а если человек начинает говорить о любви к себе то значит с ним уже все в порядке потому что религия она запрещает это делать религия политики вот система образования раньше думала о родине а потом о себе да точно система образования конечно вот ну что ж у нас связь плохая в эстонии плохая связь интернет это нонсенс но факт на лицо тогда прервемся и продолжим в следующий раз валенька может быть из другого места уже вот до свидания дорогие наши зрители пишите свои вопросы и комментарии на лице Продолжение следует...